А в день перенесения мощей святителей чудотворца Николая из Мирликийских в город Бари и Кафедральный собор Казани отметил престольный праздник. На месте нынешнего Никольского собора первый деревянный храм был построен еще в XVI веке. Подробнее об истории Дома Божия и его торжестве наши коллеги из информационно-издательского отдела Казанской епархии. Праздничное богослужение, всеночные бдения и божественную литургию возглавил архиепископ Казанский и татарстанский Анастасий в сослужении местного клира и духовенства города. Иисусе Христе Боже наш, благослови вы и пять хлебов, и пять тысяч насытивы. Сам благослови хлеба сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во градисе, во святем храмисе и во всем мире твоем. За литургией владыка наградил правом ношения палицы настоятеля Тихвинского храма села Вознесенское города Казани протоиерея Сергия Степанова, а также орденом святителя Гурия Казанского одного из ктиторов храма Вячеслава Никифорова. По завершении божественной литургии священнослужителями было совершено молебное пение святителю Николаю и традиционный крестный ход вокруг храма. В завершение торжеств владыка сердечно поздравил клириков и прихожан с престольным праздником и обратился к ним со словами поучения, в которых призвал всех стать достойными подражателями святого Николая Чудотворца и непрестанно призывать его заступничество в веки всем и будущим. Народ, который творит плоды, вот здесь может находиться в нашем святом храме, но для этого требуются огромные силы для того, чтобы стяжать благодать Божию, для того, чтобы стать дерзновенными молитвенниками угодника Божьего, для того, чтобы без зазрения совести прибегать к нему и просить у него сначала вечного, а затем временного. И пусть Господь поможет нам выполнить наше христианское звание. Никольский кафедральный собор представляет собой целый архитектурно-административный комплекс, состоящий из соединенных между собой Никола Низкой и Покровской церквей, отдельно стоящей колокольни, часовни и ряда церковно-административных зданий. На месте современного здания Никольского собора уже в 1565 году находилась деревянная церковь Николы Боровского. В конце XVII века вместо нее была возведена каменная двухпрестольная Никола Низская церковь с пределом в честь Рождества Христова. Во второй половине XVIII века церковь обветшала и была перестроена. В 1930 году храм был закрыт, однако при казанском архиепископе Гермогине Кожине в 1946 году удалось добиться от власти разрешения на возобновление богослужений. С этого времени церковь получила статус кафедрального собора, которым обладает и поныне.